Ну давайте узнаем, кто же там самый лучший командующий, что ждет Мордвичева, что ждет Лапина. У нашего гостя у нас на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Ну скажите, пожалуйста, как вы оцениваете новость о этих перестановках? Что известно про Андрея Мордвичева? Что сейчас происходит с Александром Лапином? Это вот он в опалу попал и ушел, видимо, куда-то на пенсию? Или мы неправильно понимаем ситуацию? Вы знаете, вот эти перестановки, о которых сегодня было объявлено, на самом деле они произошли достаточно, ну, все относительно давно. Несколько недель тому назад, еще в декабре месяце, появлялись сообщения о том, что тот или иной генерал назначен на соответствующий пост командующего, на соответствующую должность командующего тем или иным военным округом. Так что сегодня просто были, как бы сказать, обновлены странички на веб-сайте Министерства обороны, и теперь все стало ясно. И, значит, фактически вот это было просто, значит, официальное объявление о том, что эти люди назначены. Что за этим стоит? Ну, тут могут быть разные вещи, разные объяснения. Это может быть чисто бюрократический механизм, связанный с тем, что, там, скажем, указы президента, а эти люди назначаются указами Путина, так вот эти указы могли пройти через, быть подписаны давно, но пройти через канцелярию. Или, значит, их прислали какой-нибудь там Фельдейгерской почтой в Министерство обороны, ну и так далее. То есть чисто бюрократические какие-то моменты. Так что ничего принципиально нового сегодня не произошло. Все эти назначения были сделаны некоторое время тому назад. Что это означает? Да, в общем, означает то, что пытается, Путин пытается при помощи кадровых перестановок найти какую-то такую комбинацию командующих военными округами. А, соответственно, за назначением командующих округом за этим следует целая череда кадровых назначений на более низких уровнях. И, ну, поэтому, ну, каждый, каждый, так сказать, военачальник крупного ранга и занимающий высокую должность ведет вслед свою клиентелу. Так что это нормальная бюрократическая практика в современной России. Что касается Мордвичева, известно о том, что он командовал, по-моему, армией в Южном военном округе одно время. Там задружился с Кадыровым. Был, значит, вот вы показывали видео, когда они обнимаются. Потом было непонятное сообщение где-то в начале войны, весной прошлого года, о том, что Мордвичев вроде бы был убит или погиб на передовой. Потом появилось еще одно видео с Кадыровым. В общем, история, ну, достаточно типичная для хаоса войны, для вот этого тумана войны, где информация всплывает, потом она опровергается и так далее. Что касается Лапина, то вот с Лапиным было гораздо интереснее, потому что одно время он был вроде бы в опале после того, как с жесткой критикой его выступили и пригожены Кадыров. Но вот когда назначали Герасимова командующим вот этой самой специальной военной операцией, вот в это же время было сообщено, что Лапин, вот он как бы вынырнул из небытия, такого бюрократического, естественно, и был назначен начальником штаба сухопутных войск и фактически первым заместителем командующего, главнокомандующего с сухопутными войсками. Это очень высокая должность в российской военной иерархии. И это свидетельство было, рассматривалось тогда, вот где-то в середине января, это назначение рассматривалось как свидетельство того, что клика, генеральская клика, сложившаяся вокруг Герасимова и, ну, видимо, вокруг Шойгу тоже, вот она взяла своего рода такой кадровый реванш. А, соответственно, люди, которые по тем или иным причинам были связаны с Кадыровым или Прикожным, или решили, значит, как-то поменять свои привязанности такие бюрократические, они оказались в проигрыше. Вот такая история. Юрий Евгеньевич, я хотел перейти вот к цифрам. Мы уже успели дать цифру от The Times. Звучит они следующим образом. Россия теряет до 2000 человек на каждые 90 метров продвижения в Украине. У меня такой вопрос. Это много или это очень много для того, чтобы мы просто понимали масштаб вот этих вот потерь? Насколько это много? Ну, это на самом деле очень много. Дело в том, что вообще как эта цифра появилась, ну, мне не очень понятно. Видимо, просто взяли некое среднее продвижение российской армии на всех позициях, на тех направлениях, где она продвигалась, начиная вот, там, скажем, от Сватова до Орехова, до вот этого пункта Запорожской области, на западе Запорожской области. Ну, прикинули, ну, вот на сколько километров в среднем на тех или иных направлениях продвинулось, потом разделили это продвижение на количество километров фронта, затем на это продвижение разделили количество потерь. Ну, вот получилась такая интересная цифра. В общем, тут довольно трудно сказать, насколько это много или мало. На самом деле это очень много. Вот я готов привести другие цифры, которые были приведены, ну, две недели тому назад, New York Times опубликовала очень любопытную статью со ссылками, ну, как всегда, на источники в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Там было сказано, что за три месяца, вот, ноябрь, декабрь, январь Россия потеряла порядка 100 тысяч человек. Это безвозвратные потери, то есть это убитые, раненые, которые были демобилизованы по ранению. В общем, те люди, которые так или иначе не могут вернуться в строй, но они поэтому и называются безвозвратные потери, так вот, 100 тысяч за три месяца. Значит, если мы попытаемся вычислить средние ежедневные потери, безвозвратные потери российской армии, получим мы где-то порядка 1100 человек в день. Вот эта цифра, она более, так сказать, более вразумительная, если хотите, но это очень большая цифра. Это значит, что безвозвратные потери российской армии более 30 тысяч человек в месяц. Ну, соответственно, вот это показывает, скажем, исходя из этого, можно оценить масштабы той самой мобилизации, которая почему-то называется скрытая, но на самом деле не скрытая, она достаточно хорошо известна. Ну, значит, вот для восполнения потерь нужно каждый месяц призывать в армию, мобилизовать в армию, ну, привод порядка 30 тысяч человек, даже больше, но это на самом деле очень много. Юрий Евгеньевич, в сети появилось видео, на котором четверо бойцов ЧВК «Вагнер», называют себя они военнослужащими артиллерийского подразделения, сообщают, что испытывают острую нехватку боеприпасов для гаубиц, танковых пушек и минометов, и просят регулярную армию дать им эти боеприпасы. Сейчас говорят о том, что Россия начала свое наступление, и можем ли мы это видео от ЧВК «Вагнер» трактовать как сигнал о том, что ресурсов, я имею в виду оружия непосредственно, да, не хватает не только у ЧВК «Вагнер», но и у остальной армии. Вообще, насколько это видео, ну, симптоматично, что ли? Оно очень симптоматично, конечно, потому что «Вагнеровцы» используются на наиболее таких, ну, на тех направлениях, где очень велики потери. Ну, тут есть разные объяснения для этого, в том числе и сугубо такие связанные с конкуренцией, с соперничеством Пригожина и генералов, которые сплочены или сформированы вокруг, сложилась такая группа вокруг Герасимова. Значит, но дело не в этом. Дело в том, что российским войскам действительно в последние, наверное, недели остро не хватает артиллерийских снарядов, потому что те запасы, которые были накоплены еще, ну, некоторые снаряды еще с советских времен сохранились в этих, на складах. Значит, они использованы, новых производится недостаточно для тех задач, которые, значит, пытаются решить российские военные, а решить они пытаются их известно как, так называемым огневым валом. Сейчас уже не получается. И тут что вагнеровцы, что регулярная армия, все они испытывают нехватку снарядов, недостаток снарядов. Иногда это даже называется снарядным голодом. И вот в этих условиях, когда боеприпасов не хватает, приходится российской армии пускать в ход так называемые «живые волны», ну, то есть просто вот живую силу, то есть людей с автоматами в руках, там сопровождение, иногда в сопровождении бронетехники, иногда без, значит, бросали в бой на штурму оборонных сооружений вооруженных сил. Ну, соответственно, потери колоссальные от такого рода тактики, потому что стандартная тактика наступления предполагает сначала огневый, вот такой артиллерийский налет, ну, то есть попытка при помощи артиллерии подавить узлы обороны противника, а потом уже пускать в ход, в ход или там бронетехнику, все зависит от рельефа, от местности, в городских условиях, но бронетехника очень ограниченно может использоваться в силу ряда причин. Значит, вот нехватка снарядов, на которые жалуются ваннеры, это свидетельство того, что их просто бросают в бой, бросают в атаку, которая ведет к колоссальным потерям, ну, относительно там, скажем, потери могут достигать 30-40% от тех от численности подразделений, которые бросают в бой, а это значит, что такое подразделение или часть теряет наступательный потенциал по всем учебникам. Если потери более 25%, то наступательный потенциал соответствующего подразделения, он исчезает, подразделение уже не может наступать, оно обессилено. Так вот, вот это вот причина обращения публичного, ну, а публичное обращение, вы понимаете, это, в общем, всегда, когда речь идет о вооруженных силах, особенно российских, всегда скандал большой, это значит, что очень серьезные проблемы существуют, уже если там эти люди позволили себе обратиться публично, не по команде, как говорят, а публично, это значит, что проблемы очень тяжелые. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным.